34-летний Жоэль Буэна говорит, что плакал от радости, когда его впервые навестили собаки-терапевты Видайлу. Это случилось на второй день его пребывания в отделении интенсивной терапии Барселонской больницы. «Здорово, когда есть кто-то, кто любит тебя больше всего на свете. Они отдают всё ради тебя, независимо от того, кто ты». Программу организовали больница и фонд Аффинити, который специализируется на терапии с помощью домашних животных. Её цель – улучшить эмоциональное состояние пациентов отделения интенсивной терапии. К людям, которые находятся в отделении, собак приводят по два раза в неделю. Визит длится 15-20 минут. «Пока это только наблюдение. Но мы считаем, что это приносит пациентам пользу. Поэтому и проводим исследования». «Это не просто социальный, но ещё и научный проект. В рамках него у участников будут собирать образцы слюны до и после сеансов. С их помощью проверят, снижаются ли показатели стресса, такие как кортизол, и повышается ли содержание веществ, связанных с хорошим самочувствием, таких как окситоцин и серотонин». «С субъективной точки зрения мы видим реакцию пациента, видим полное принятие. На самом деле приходят и другие люди. Многие работники хотят погладить животных. Некоторые успели подружиться. Когда появляются собаки, атмосфера просто прекрасная». Между тем, Жоэль не сомневается в успехе программы. «Они просто дарят тебе любовь, не ожидая ничего взамен». В водах у тайского острова Пхукет дайверы распутывают так называемые «призрачные снасти», зацепившиеся за кораллы. Потерянное или выброшенное рыболовное снаряжение считается одним из самых разрушительных видов морских пластиковых отходов. Группы дайверов из Таиланда и морские организации работают над удалением такого снаряжения, но говорят, что отследить его масштабы очень сложно. Миссию координирует Фонд экологической справедливости. Все данные, полученные в ходе неё, дайверы записывают на месте. «Во-первых, мы запишем, где мы его нашли, глубину в метрах, дату, тип рыболовных снастей. Также, на какой поверхности они находятся – на коралловом рифе, камне или песке». Эксперты говорят, что отсутствие скоординированной стратегии мешает найти более комплексные и эффективные решения, которые позволили бы ввести запрет на сброс снастей в море. «Несмотря на то, что отходы собирают, у нас нет единой системы сбора данных. Некоторые люди собирают мусор и вывозят его на свалку, некоторые собирают и взвешивают его. Но стандарта для сбора данных об этих отходах до сих пор не существует». Данные, собранные дайверами, используют для определения масштабов загрязнения и его воздействия на окружающую среду. Это может оказаться решающим фактором в создании соответствующего законодательства и введении запретов. «Как только мы получим эти данные, различные организации смогут использовать их, чтобы определить, следует ли нам в первую очередь решать проблему пластикового загрязнения и как это делать с помощью политики, законодательства или управления». По данным Всемирного фонда дикой природы, ежегодно в океан попадает около миллиона тонн снастей призраков. Они распадаются на микропластик, который потребляют морские животные. В итоге он оказывается в морепродуктах, которые едят люди. Танцы поклонников кей-поп прямо в торговом центре никого не удивили бы в Сеуле. Но это выступление проходит в Москве. В последние годы всё больше молодых россиян увлекаются этим музыкальным и танцевальным жанром, пришедшим из Южной Кореи. Некоторые видят в кей-поп возможность развивать разные способности. «Очень много артистов азиатских, они в том числе ещё снимаются в фильмах, например. Их развивают со всех сторон одинаково, разом. И я думаю, что, наверное, у нас молодёжь это вдохновляет». В 2016 году в Москве появилась школа танцев, где можно научиться исполнять кей-поп. Сначала её основательнице приходилось объяснять людям, что представляет собой этот жанр. «Раньше у нас было всего две группы, и мы снимали почасово зала. Сейчас у нас три огромных филиала в Москве, есть ещё филиал в других городах. Мы делаем огромное количество масштабных мероприятий, как для своих учеников, так и для людей, просто увлекающихся кей-попом. И помимо этого у нас сотни, даже тысячи учеников сейчас». Полина преподает кей-поп более пяти лет. «Мне нравится именно в этом направлении то, что ты танцуешь целой группой. То есть в плане, что у тебя есть какие-то друзья, которые тоже есть какие-то партии, где они там тоже где-то поют, танцуют, и там с ними есть какое-то взаимодействие, что ты смотришь на тем, где они стоят, когда ты чувствуешь общность именно группы людей». Московская школа танцев проводит ежегодные студенческие концерты, а также танцевальные конкурсы с призами для победителей. А для самых больших поклонников кей-поп организуют туристические поездки в Южную Корею. Известный французский музыкант Жан-Мишель Жар стал первым пассажиром аэроавтомобиля словацкой компании «Кляйн Вижн». Аппарат совершил полёт рядом с курортным городом Пьештиани. Словацкий «Эйркар» дебютировал в 2019 году. Он работает на топливе, и ему нужна взлётно-посадочная полоса. «Эйркар» налетал уже 130 часов. Летом 2021 года он совершил первый междугородний полёт. А в 2022-м Словацкое транспортное управление выдало ему сертификат лётной годности. Аппарат оснащён двигателем BMW мощностью 160 лошадиных сил и пропеллером. Развивает скорость до 190 км в час и поднимается до 2500 метров в высоту. Впрочем, некоторые эксперты считают летающие автомобили не очень удачным изобретением. «С летающим автомобилем приходится идти на конструктивные компромиссы. Когда он едет, везёт много оборудования, необходимого только для авиаперелётов. В воздухе несёт колёса и всё остальное оснащение, которое нужно при передвижении по земле. В любом случае, всё это не очень хорошо». Основатель компании KleinVision утверждает, что летающие автомобили вновь дадут людям свободу передвижения, позволив избегать пробок на дорогах. Однако аналитики не уверены, что такое возможно. «Есть значительные препятствия по вполне понятным причинам. Нужно предоставлять план полёта и взлетать с разрешённого места. Нельзя просто проехать по дороге, а затем, сославшись на слишком интенсивное движение, свернуть на служебную полосу и взлететь. Так не получится». Между тем, KleinVision обещает, что продажи Aircar начнутся через год. Цены стартуют от полумиллиона долларов. Выпускать летающие авто будут в Китае. В Испании пресекли деятельность крупнейшего в Европе цеха по производству фальшивых монет номиналом 2 евро. Операцию провели совместная испанская полиция и Европол. Преступную организацию создали выходцы из Китая. Подпольный цех располагался на складе недалеко от Толеда. Расследование начали ещё в 2018 году. Оно было сложным из-за герметичности организации. С тех пор удалось арестовать 10 человек. «Их прибыль варьируется с 60-80 центов до 1-1,2 евро монеты в зависимости от сбытого количества». Полиция изъяла почти 400 тысяч монет. «Известно, что в Испании конфисковали около 100 тысяч монет, а во всей Европе – около 400 тысяч. Сколько ещё находится в обращении – неизвестно». Полиции также рассказали, как распознать фальшивые монеты. «Разница между фальшивой монетой и настоящей заключается в магнетизме. На настоящей монете магнит работает, на второй – не работает». Судьба этой одноразовой ложки совсем не такая, как у пластиковых аналогов. Её сажают в песок и поливают не случайно. Недели через две-три здесь появятся всходы. Ложка сделана из пшеничной соломы, а на кончике есть капсула, в которой хранятся семена растений. «Это отличный продукт. Он решает огромную проблему пластиковых столовых приборов, которые попадают на свалки. А кто не любит садоводство? Мы сейчас сидим в саду нашего ресторана. У нас растут мандарины, баклажаны и перец чили. А теперь я с удовольствием добавлю немного базилика, мяты, перца, чили и шнит-лука. По-моему, это фантастика». Такие столовые приборы выпускает дубайский стартап. Их уже используют в кафе и ресторанах города. Основатель стартапа объясняет, что можно либо посадить сам столовый прибор, либо вынуть из него семена и потом их посеять. Ложки, вилки и ножи – биоразлагаемые. Так что в любом случае вреда от них нет. «Наши главные покупатели – рестораны и кафе, которые продают еду на вынос, а также её доставляют. Мы продаём не обычные пластиковые столовые приборы, которые попадают на свалку, а экологически чистую альтернативу. Мы также пропагандируем экологичные привычки, такие как посадка растений». Стартап выпускает и другие биоразлагаемые товары. В Дубае с января этого года запрещено использовать полиэтиленовые пакеты. Исключения есть только для тех, которые сделаны из торсырья. В июне запретят одноразовые непластиковые товары. Со следующего года нельзя будет продавать соломинки для коктейлей и ватные палочки. А в 2026-м вступит в силу запрет на пластиковые контейнеры для пищевых продуктов и пластиковую посуду. В ОАЭ каждый год образуется более 6,5 миллиона тонн отходов. При этом 75% твёрдых бытовых отходов идёт в переработку. Нового робота для обнаружения рака лёгких тестируют в Калифорнии. Медицинский центр в Берлингейме разработал устройство для ионной бронхоскопии. Робот позволяет врачам перемещаться по лёгким с помощью виртуальной карты, созданной на основе компьютерной томографии. Он также обеспечивает просмотр лёгких в режиме реального времени с помощью катетера по виду чем-то напоминающего дождевого червя. Хирург Александр Зайдер опробовал новое устройство на трёх пациентах. «Этот инструмент позволяет нам исследовать практически любой нарост в лёгком, что обеспечит пациентам точную диагностику. А если мы сможем поставить диагноз, то это избавит людей от беспокойства или же позволит принять решение о лечении». По словам хирурга, робот также помогает врачам делать биопсию более безопасно. «Робот тонкий, поэтому он может добраться до гораздо большего количества отделов, чем мы можем с нашими нынешними бронхоскопами. Робот помогает с навигацией, ведёт нас в нужное место. А затем мы используем дополнительные инструменты, чтобы подтвердить, что мы туда добрались». Врач также отмечает, что этот инструмент пригодится во время операций по удалению опухолей. «Я считаю, что это будущее. Есть и другие вещи, которые мы сможем сделать с этим роботом, чтобы улучшить результаты операции. Мы можем использовать его, чтобы помочь хирургам вырезать меньше лёгкого, чем они обычно делают». По данным Американского онкологического общества, на рак лёгких приходится пятая часть всех смертей от рака. При этом, по оценкам Национального института рака в 2024 году в США, от этого вида онкологии умрёт примерно 125 тысяч человек. Ральф Лорен в девятый раз оденет олимпийскую и паралимпийскую сборные США. Некоторые спортсмены, в том числе брейкдансер Джеффри Луис, уже получили возможность оценить форму для предстоящей Олимпиады. Луис говорит, что подготовка к играм идёт полным ходом. «Я ещё не осознал это целиком. Пока я не доберусь туда, я действительно буду постоянно себе напоминать, что это Олимпиада. Мне просто сложно представить, как я буду себя ощущать». Американский бренд предоставит спортсменам одежду для церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Париже 2024 года, а также коллекцию одежды и аксессуаров для соревнований. В коллекции представлены стильные модели в патриотических цветах – красного, белого и синего. Также особое внимание уделили тканям, чтобы сделать производство более экологичным. Так, для пошива используют переработанные полиэстеры хлопок. Ральф Лорен также будет сотрудничать с разными спортсменами, которые выступят в качестве послов бренда до и во время проведения игр. «Я с нетерпением жду возможности просто представить свой стиль, потому что в хип-хопе и брейкдансе есть стиль, и у каждого свой. И мне нравится просто его демонстрировать, сравнивать его с чем-то другим. А ещё публика. Думаю, на Олимпиаде будет настоящая вечеринка брейкданса». Часть продаж коллекции «Ральф Лорен – Team USA» будет направлена на поддержку команд, которые не получают финансирование из федерального бюджета. Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.